Груда мусора, который уже заваливает в проезжей части, напирает на ближайшие магазины. Такую картину жители сепараторного посёлка наблюдают из своих окон уже больше месяца. Горожане жалуются, что переполненные контейнеры порой стоят на жаре по несколько дней, источая вони и привлекая крыс и насекомых. Это кошмар. Вот досуды. Сколько мы вот топимся этим мусором вообще, я не знаю. Власти куда смотрят. Похожие мнения высказывают и другие жители. Особенно не повезло жителям тех домов, где контейнерные площадки расположены прямо под окнами. Такая картина очень часто. Если летом это происходит, это вообще очень безобразно. То есть первые этажи или ближайшие дома, страдают люди, дети же здесь те же самые. Мусор убирают? Его убирают, но я же говорю ещё раз, это не так часто происходит. Нерегулярно. Вот такая картина, она повсеместна, скажем так. Подобные ситуации, возникающие то и дело в разных районах столицы, заставили жители города вспомнить о повышении тарифов на вывоз мусора. По мнению махачкалинцев, услуги по сбору и утилизации отходов ещё далеки от идеала. Я каждый месяц плачу. Наши жители платят. Вот радио-заводские обшивки мы живём. Вот вчера получила деньги и сразу пошла заплатила. Я после этого знаю, как надо расходовать деньги. Грязит, утопаем мы. На нашу сторону никто не смотрит. Никогда. Я не знаю, чем там наверху макушка собирается, люди что делают там. У жителей улиц Хуршилова и Садовой баки для сбора отходов есть. Однако, как сообщают сами владельцы квартир, выводится только мусор, который находится непосредственно в контейнерах. А тот, что лежит на земле вокруг, там и остаётся. Сихийные свалки облюбовали коровы, которые каждый день приходят сюда питаться отходами. И коровы, и мусор. И вот, я не знаю, дышать нечего. Вот окна скрывать не можем, от того, что вот такой вот бардак кругом. Возникает резонный вопрос. Обязан ли региональный оператор убирать место погрузки, если по прибытии мусоровоза оно уже загрязнено отходами. Мы не имеем отношения никакого к контейнерным площадкам, к их содержанию, к их созданию. Мы не имеем. За это ответственные органы местного самоуправления. Если это на территории муниципальной собственности. Если это на территории многоквартирного дома, за это несут ответственность органы, эти жильцы многоквартирного дома. Ну, ТСЖ, проливающие компании. Мы не отвечаем за создание, содержание. Мы региональный оператор. Мы только осуществляем сборы, транспортирование, дальнейшую утилизацию, обработку, захоронение. Мы за этим не следим. Стремительный рост Махачкалы сопровождается и столь же быстрым нарастанием экологических проблем. Город ежедневно производит десятки тонн бытовых отходов. А на всю Махачкалу есть всего лишь один мусоросортировочный завод на южной окраине города. Здесь отходы сортируют по типу металл, стекло, пластик и бумага. Все остальное отправляется на полигон. В день из Махачкалы вывозится до 170 тонн мусора. Тяжело справляется он со своими функциями. Почему? Потому что он очень старый, ломается часто и чаще приходится ремонтировать его. Нам обещали новый завод. Имеется в виду, что Каспийский мусор сюда заезжает и Махачкалинский мусор сюда заезжает. Можно так сказать, что Каспийский мусор, он более как бы не строительный мусор, да, имеется в виду в очках, а Махачкалинский мусор, он как бы в контейнерах, они строительный мусор бывают. Как думаете, с чем это связано? С культурой? С культурой, да, с культурой. С этим нельзя не согласиться. Нередко сами жители ведут себя, мягко говоря, некультурно. И вместо того, чтобы опустить пакеты с отходами в баке, бросают их, где попало. Не прижился у махачкалинцев и раздельный сбор мусора. Жильцов приучали разделять его и поставили контейнеры. Но и гражданская сознательность подводила, и отходы после вывоза все равно сваливались в одну кучу. Причина, в первую очередь, в лене местных жителей, мне так кажется, потому что, ну, неужели им дойти вот 20 метров. Посмотрите, основной мусор вот здесь находится 20 метров. Но, как всегда, привычка, наверное, плохая, взять, выбросить там, где удобно и уйти дальше. Из года в год проблема мусора Махачкаля остается актуальной. Столица растет, а значит и растет количество отходов. В компании «Лидер» нам заявили, что ситуацию взяли на контроль и уже заняты решением проблемы. Ну а пока люди живут рядом с переполненными баками в 21 веке, ощущая под окнами запахи Средневековья.